Утро доброе! Вести утро! Крачаева, Черкесия с вами. На улице немного пасмурно. Нужно ли взять зонты, что говорят синоптики на этот счет, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН. Инспекторы по делам несовершеннолетних работают в нашей стране уже 80 лет. Накануне праздника мы провели один день сотрудницы этой службы. Кстати, именно она, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Черкесску Белла Подчаева, победила в этом году в республиканском конкурсе «Лучший в профессии». Посещение своих подопечных – одна из главных составных в работе инспектора ПДН. Они знают про эти семьи все и зачастую дружат с ними, даже после того, как снимают их с учета. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних – это не просто работники полиции, а своего рода педагоги в погонах. Несовершеннолетние, проживающие на территории Карачаева Черкесской республики, они часто приезжают в столицу нашей республики для того, чтобы увидеться друг с другом, пообщаться. И вот совершают административные правонарушения и еще хуже, к сожалению, преступления совершают. Конечно, мое желание такое, чтобы дети и их родители совершали как можно меньше административных правонарушений, преступлений. То есть, когда профилактика проводится на должном уровне, профилактика преступлений, административных правонарушений, то, конечно же, совершается меньше административных правонарушений, преступлений. Вот. Наше отделение, отделение по делам несовершеннолетних отделов МВД России по городу Черкесску, то есть мои коллеги, мы в учебных заведениях систематически проводим профилактику. Подведены промежуточные итоги работы по созданию учебника «История нашего края» Карачаева-Черкесской республики. Напомним, в соответствии с внесенными в действующее законодательство в сфере образования изменениями в программу обучения в пятых-седьмых классах, добавят часы по региональной истории. Ее изучение предполагается осуществлять по государственным учебникам, включенным в федеральный перечень, допущенных к использованию в образовательном процессе. Согласно распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, в текущем году из резервного фонда главы государства выделены средства для предоставления 32 субъектам страны, в том числе Карачаева-Черкесии, на финансирование затрат, связанных с подготовкой учебников по региональной истории. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода и что нам ждать от нее. Карачаева-Черкесия. В северных районах высокая пожароопасность. Черкески ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 24, плюс 26. Высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова